Ульяновцы выиграли президентский грант с проектом «Ветер перемен» по аэродинамической гимнастике детей с ДЦП. Занятия будут проходить для ребят 5-14 лет несколько раз в неделю на единственном в Ульяновске аэротренажере. В этом году мы выиграли, наш проект выиграл. Теперь 40 детей-инвалидов из Ульяновска, Ульяновской области будут проходить в течение 6,5 месяцев реабилитацию в аэротренажере. Это уже не первый проект организации. В 2021 году сотрудники уже побеждали с проектом «Летай со мной». Тогда в нем приняли участие 25 детей. Масштабы проектов по адаптивной физической культуре растут из года в год. Владельцы еще на этапе создания базы с аэротрубой мечтали не только дарить людям яркие эмоции, но и помогать детям с ограниченными возможностями. Занимаются с детьми профессиональные инструкторы, прошедшие специальную подготовку. Они знают всю специфику работы с детьми-инвалидами, чтобы достичь желаемого результата. Во-первых, практически весь мышечный корсет спины работает, это прям очень точно. Очень хорошо работают, допустим, ягодичные мышцы. Ноги, руки, шея. То есть, как бы все основное, что помогает человеку, грубо говоря, ходить и передвигаться. Помимо пользы для здоровья, аэрогимнастика положительно влияет на самооценку, психическое состояние ребенка. Кроме того, полет в аэротрубе – незабываемые положительные эмоции. Процессом и результатом довольны и дети, и родители. На улучшение, да, лучше ходить начала. Вообще, общее состояние лучше стало. Лунную походку научилась делать. Повеселее стало. Кира также ходит в бассейн и дополнительно тренируется. Ведь аэрогимнастика в Ульяновске доступна только в теплое время года. А физическая активность детям с ДЦП нужна всегда. Занятия в аэроклубе для детей-инвалидов начнутся только весной, когда температура на улице будет комфортной для них. Проект, выигравший президентский грант, далеко не последний. Владельцы аэротрубы будут стремиться к новым победам. Следующая глобальная цель организации – создание круглогодичной базы тренировок по детской адаптивной физкультуре в Ульяновске. Для этого будут разрабатываться и защищаться проекты по модернизации аэротрубы в закрытую. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.